Здравствуйте, Скорпионы! Меня зовут Лада, а это ваш Таро прогноз на октябрь этого года. Мы с моим помощником и различными колодами Таро посмотрим, что же вас ожидает в этом октябре. Начнем мы с колоды Таро души. Она очень красиво блестит золотом. Давайте попросим, чтобы она поделилась с нами на октябрь своим золотом, чтобы у нас тоже все было золото, красиво и роскошно. И первая карта на этот октябрь из этой колоды – это девятка кубков. Девятка кубков карта очень красивая, потому что она говорит об эмоциональной удовлетворенности нашими делами. Это какая-то кульминация, это какой-то результат психологический, который мы получили, когда мы можем просто сесть и отдохнуть, когда мы довольны своим результатом, когда мы поработали и что-то сделали. А это значит, что в октябре вы получите какой-то результат своих действий уже из прошлого. Что-то вы уже, так сказать, пожнете плоды. Ну, эмоциональные, да? То есть вы будете в первую очередь довольны этим результатом. Вторая карта из колоды – это пятерка пентаклей. Что ж, что-то вы получите красивое, да? Но что-то, возможно, вам придется потерять, чем-то вам придется заплатить. Конечно, это не факт. Факт в том, что прежде чем что-то сделать и на что-то решиться, вам нужно будет просчитать, да, свои действия, чтобы получить тот результат, который вы хотите. Это не знак, да, это предупреждение. Предупреждение о том, что может что-то случиться, и если вы примете какое-то неверное решение, да, до конца, то оно проиграется не так, как вам бы хотелось. Но все в наших руках, и мы можем все предотвратить и получить конкретно то, что мы хотим. Давайте посмотрим дальше, да. И это карта повешенной. Карта повешенной, ее не все любят, но она может, во-первых, указывать на какую-то подвешенную ситуацию, которая очень долго не решается, которую вам бы хотелось уже побыстрее бы решить. Но также она может показывать на то, что если все-таки проблема какая-то есть, или вообще какая-то ситуация, которую надо бы, хотелось бы решить, у вас будет достаточно сил посмотреть на нее с другой стороны, чтобы найти верное решение, да. Давайте посмотрим по второй колоде, да, что там, может быть, что-то прояснится, что это за ситуация, или что-то еще нам подскажут интересного. Давайте. Король мечей. Король мечей. Может быть, вы куда-то поедете, видите, он так стремится, этот мужчина, куда-то вперед, очень быстро, да. Возможно, познакомитесь с каким-то таким очень быстрым, резвым мужчиной, который любит риск, который куда-то стремится, куда-то летит, любит опасность. Может быть, на работе у вас кто-то придет, такой интересный мужчина, может быть, просто на улицу у вас кто-нибудь врежется, да, вот так вот, может быть, и познакомитесь заодно с каким-то мужчиной. Посмотрим вторую сейчас карту, может быть, прояснится ситуация. Так, это семерка Пентакли. Семерка Пентакли обычно говорит нам о том, что мы над чем-то работаем, да, то есть мужчина вот работал над своим урожаем, он его собрал, но он им не до конца доволен, да, что-то вот ему еще нужно будет собрать, возможно, что-то еще придется ему сделать, чтобы получить тот результат, который он хочет. Поэтому если вам не нравится ваш результат, то знайте, что вам нужно чуть-чуть еще поднажать, еще чуть-чуть поработать, и тогда вы получите то, что вы хотите. Решение придет, идея придет, главное стараться и не бросать свое дело. Тогда точно вы получите то, что вы хотели. Так, последняя карта из этой колоды, это девятка Пентакли. Девятка Пентакли, это, видите, вот опять же, да, тут нужно было чуть-чуть доработать, тут вот, скорее всего, доработайте, и будете уже по своему саду с красивыми денежными знаками, да, идти и наслаждаться своими плодами, своими результатами своей деятельности работы. Она уже, эта женщина, просто спокойно прогуливается, она вот общается с птичками, да, она довольна, она уравновешена и счастлива, да, скорее всего. Она уже получила, что она хочет, да, денежки, соответственно, дальше она уже просто идет и не переживает о своем будущем. Третья колода, это повседневная Таро-Ведьма. Сейчас мы посмотрим, что нам ведьмочки скажут на октябрь. И это Мак, ну, замечательно. Девиз этой карты «Меня достаточно», значит, что у вас есть все ресурсы, все идеи, все силы, вдохновение, все, что вы хотели, вы можете начинать. Это карта какого-то начала, какой-то инициативы, какой-то действия, идеи, не знаю, может быть, начнете свой бизнес, может быть, по работе какой-то проект начнется, может быть, познакомитесь с таким магом интересным, да, тот самый рыцарь мечей, который вас врежется, может быть, вот такой вот маг. С магом, конечно, нужно быть немного осторожным, потому что иногда это могут быть некие такие эгоисты, но хорошие люди, очень предприимчивые, лидирующие, как еще, какие слова, в общем, лидеры на все сто. Умнички, умные в плане, умнички в плане, что успешные должны быть обычно, и умнички в плане того, что умеют слушать и работать над собой, еще и над вами поработают. Вторая карта из этой колоды, это король жезлов. Так, еще раз, смотрите, король жезлов строит какие-то планы, да, показывает своему кучечку, что он куда-то собирается ехать. Может быть, так же и вы будете строить какие-то планы, может быть, уже будете подводить предварительные итоги, да, этого года, может быть, начнете строить уже планы на следующий год, что было бы уже неплохо, потому что чем раньше, да, уже кто-то в конце сентября, а кто-то и в начале сентября планирует свои новогодние каникулы, свои новогодние корпоративы, часть мест уже забронирована, уже занята. Поэтому посмотрите, может быть, вам нужно построить какие-то планы. Конечно, может быть, вы, этот маг окажется каким-нибудь в одном лице и королем жезлов, поможет вам построить какие-то планы, научиться что-то делать, вас поддержит в чем-то, какую-то инициативу построить, какой-то проект, какой-то план, в общем. И последняя карта из этой колоды, это колесо фортуны. Что ж, главный совет этой карты, это доверьтесь потоку, доверьтесь своим желаниям. Здесь видите, у нее как раз вот это колесо, тут все хорошо, и замужество, и исполнение желаний, крепкое здоровье, деньги, дом и любовь, причем и любовь, и замужество отдельно. Так что подумайте, что вам нужно. Возможно, вы уже в замужестве, вам нужно укрепить отношения. Может быть, вы в октябре хотите с кем-то познакомиться или выйти замуж, допустим. Просто какое-то желание исполнить. Подумайте и стройте намерение на это, на свое желание, и просто доверьтесь потоку, потому что эта карта говорит, что все будет в лучшем виде для вас, но в свое время. Вселенная знает, когда и что вам нужно, и она вам эти возможности предоставит. А ваша задача будет поймать и уже не отпускать эту инициативу, эту возможность, идею, план, открытую дверь. Смотрите, смотрите, что и как будет перед вами открываться, что вам будет предлагаться, как это поймать. И последняя колода на сегодня это король жезлов. Вы решили собрать всех королей, скорпиончики? Что ж, может быть, предводитель стай на вашей работе, может быть, какой-то ваш коллега по проекту, вообще по отделу или просто на работе в офисе. Да, смотрите, за ним даже лев идет. Какая-то победа, какой-то... А что, это тот же король жезлов? Это же тот же король жезлов, который второй раз падает, да? Смотрите, это, скорее всего, один и тот же человек, и вероятность встретить его увеличивается. Видите, он тоже смотрит вперед. И этот король жезлов тоже смотрит в будущее. Поэтому, а вот, что там? Куда вот, возможно, он вас поведет за собой, этот король жезлов? Смотрите, главное, соглашаться или не соглашаться. Проанализируйте, что будет лучше для вас, потому что король жезлов такой очень хороший король. Вторая карта, это рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов показывает нам на какие-то приключения, тоже на какие-то планы, и вы одна или вы один можете предпринять что-то, идти на этот риск, идти на это приключение, или не идти. Может быть, король жезлов поведет вас в какие-то пути, в какие-то приключения, да? На какую-то прогулку, на какую-то встречу, и вам нужно будет просто согласиться, протянуть ему руку и пойти вместе с ним. И последняя карта, это двойка жезлов. Ну, что ж, значит, все-таки будете строить какие-то планы вместе вот с этим королем жезлов, да? Что он смотрит на карту и думает, что с этим делать. Так, и девочка на этой карте, видите, глобус, она смотрит куда-то вперед, думает, а что же сделать, куда же пойти, выйти из дома, из своей зоны комфорта, да? Или пойти вперед, изучать, исследовать этот красивый, интересный мир. Поэтому у вас будет этот месяц постройки планов, возможно, на следующий год, возможно, на конец этого года, да? Нужно, помните, доверять вселенной, но и быть осторожным, чтобы ничего не потерять по пятерке пентаклей. Но ваши плоды будут, и, ну, опять же, желание, скорее всего, ваше исполнится. Главное, стройте верное намерение, зажигайте свечки, отправляйте свои мысли, свои идеи в космос, чтобы там уже подхватили, что вам нужно, и отправили в лучшем и красивом виде. А я вас благодарю за прослушивание этого прогноза. Не забудьте подписаться, поставить лайк, и спасибо вам. Желаю вам самого лучшего октября в этом году, потому что октябрь в этом году будет только один. Используйте его на максимум. Субтитры сделал DimaTorzok